О своем военном детстве Любовь Подосенова вспоминает со слезами на глазах. Ей было всего шесть лет, когда немцы пришли в их деревню. Войну я видела, настоящую войну. Наше село, 200 домов было. Всех выгнали. Это страсть была. Как приехали, страшно глядеть немцы. Вот такие собаки на веревках держат. Сами на мотоциклах. Это страшное дело. И погнали нас. И гнали полями, лесами, молотами. В деревне Белеутова Любовь Григорьевна живет с 1953 года. Именно в ее честь в канун Дня Победы было организовано праздничное мероприятие, на котором вокальный коллектив из досугого центра «Юность» исполнил песни военных лет. ПОЁТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ Поздравляем, чествуем наших не только ветеранов, но и узников концлагерей, даем дань памяти павшим в годы Великой Отечественной войны. Для нас, конечно, самое главное – это забота о ветеранах и сохранить, беречь память о великом подвиге нашего народа. Этим людям так тяжело пришлось в детстве, и наши участники войны, благодаря их ратному труду, мы сегодня можем радоваться вот этому солнечному дню. Поэтому вот такие мини-концерты мы проводим во всех деревнях, где проживают наши ветераны. Для местных жителей такой концерт стал настоящим подарком ко Дню Победы. Юрий Камшилин был старостой деревни Белиутово на протяжении 20 лет. Он здесь родился и прожил всю жизнь. Во время войны 12-летним подростком работал в колхозе имени Владимира Ильича. Решите мне поздравить вас с большим-большим праздником, Днем Победы. Пожелать вам успехов и лично желаю вам здоровья. Здоровье – это все, это жизнь. Будьте счастливы. Я вас люблю. Такие персональные концерты прошли еще для трех участников войны, проживающих в деревне Горки и в поселке Горки-Ленинские. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok